А что с дорогами? А что с сетями? За чьи деньги это будет делаться? Это вопросы нерешенные. Непростая и даже болезненная тема для Барнаула – застройка, нехватка земель, отсутствие коммуникации дорог. Эти проблемы сегодня обсуждают в дискуссионном клубе «Точка зрения», который проводит сибирская медиагруппа. В самом начале встречи власти рассказали о планах застройки сельскохозяйственных земель. Речь идет о Змейногорском тракте. Там нашли 50 гектаров земли под жилищное строительство. Также под застройку решено отдать территорию в районе аэропорта. Она ведь сегодня, по сути, в генеральном плане не является зоной многоэтажной застройки, поэтому в любом случае эти изменения необходимо внести, и мы этим сейчас активно занимаемся. Более того, по инициативе сообщества, как строительного сообщества, так и многие архитекторы, давно вопрос рассматривали и предлагали – это введение в градостроительный оборот территории за новым мостом. Эта территория также на сегодняшний день рассматривается. Зато застройщики не спешат осваивать сотни свободных гектаров вдоль Павловского тракта. Так, например, компания «Алгоритм» четыре года назад выкупила 86 гектаров на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. И только в этом году строители приступили к возведению первых домов. Все это время ушло на утверждение проекта и вывод территории при аэродромной подзоне, которая запрещает строительство зданий. А ведь за четыре года в экономике произошли мощные изменения. Так что, чтобы освоить эти поля, понадобится не одно десятилетие, считают эксперты. Пока такая авантюра не особо привлекает застройщиков. Очень многое еще предстоит сделать в плане оснащения объектами инженерной инфраструктуры, транспортной и социальной. Но полагаю, что, учитывая какое обилие программ федеральных на сегодняшний день действует, думаю, найдутся застройщики, которые увидят в этом какую-то рациональность и рентабельность для себя. Еще одна из тем, которая прозвучала на встрече – рост цен на жилье. Эксперты отмечают, что сегодня в Барнауле стоимость первички преодолела исторический максимум и уже практически сравнялась с Новосибирском. Себестоимость продукта вырастает. Затраты на формирование земельного участка у нас вырастают. А в итоге нам говорят, ребята, стоимость жилья-то должна падать. Мы сегодня 90% сделок имеем через ипотечные кредиты. Долго обсуждаются вот эти ставки 0,01%, когда, по большому счету, застройщик оплачивает эти деньги, проценты за клиента, который получает ипотеку 0,01%. У нас нет сегодня рентабельности заплатить, например, за клиента 500 тысяч за квартиру, чтобы он взял ипотеку под 0,01%. Ставки 6,7%, ипотека детская, семейная, так называемая, они работают. И таких 90% сделок. Конечно же, все ложится в итоге, в конечном итоге на кошелек-то покупателя, да. Все те сложности, которые возникают при формировании земельных участков, инфраструктуры, обеспечения, металла, искрового счетов, проектного финансирования и так далее. Замкнутый круг получается. Цена за квадратный метр растет, а с другой стороны, покупательский спрос падает, потому что не могут обеспечить возможность оплаты ипотечных кредитов в том объеме, в котором есть сегодня. Директор строительной компании Ксения Белоусова призывает объединяться всему строительному сообществу, чтобы добиться продления программы субсидирования, а также других льготных продуктов для застройщиков. Мы все забываем, что помимо льготной ипотеки цена еще складывалась за счет того, что была государственная поддержка в плане помощи субсидирования ставки застройщикам. Коллеги, сегодня нет этой субсидии. И какая будет по факту сегодня рыночная цена кредита, и какая у нас будет стоимость квадратного метра, мы можем только сами механически рассчитать. На встрече обсудили аварийные дома, а точнее то, что после них остается. Так на потоке на месте ветхого жилья планируется масштабная застройка. Только здесь власти и застройщики сталкиваются с проблемой, которую называют лоскутное одеяло из-за скучности домов. Между двумя домами стоит какой-нибудь дом, который явно не является ни аварийным, ни подлежащим сносу, либо может быть какое-то административное здание. И получаются небольшие наборы по 30 соток, по 20 соток, где-то даже по 10 соток. Найти неразорванные участки, которые можно объединить в такой большой участок, только для школы 3 гектара. Поэтому, конечно, есть определенные сложности. И хоть пока в городе нет однозначного ответа на вопрос, а что делать с небольшими участками, в мэрии все равно рассматривают вариант именно комплексного строительства на потоке, которое включает в себя и социальные объекты. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.